Жаловаться стало удобнее. В городе начал работу новый интернет-портал по приему обращений от кировчан. Подробнее об этой и других новостях смотрите далее в нашей рубрике «Короткой строкой». В Ярском государственном гуманитарном университете идут бесплатные уроки русского языка для кировчан. Всех желающих повысить свою грамотность ждут 27 октября в учебном корпусе на Ленина 111. Узнать подробную информацию и записаться на занятия можно по телефону, который вы видите на своих экранах. 1 ноября в стране пройдет всероссийский географический диктант. За один час участникам предстоит решить 25 заданий. Записаться на геодиктант можно до 30 октября на сайте Русского географического общества или в день экзамена с 11 до 12 часов. 22 ноября в Нововятске откроется новый храм. Церковь получит название в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. Сегодня у храма установлены окна, утепляются полы и проводится электричество. На пешеходных переходах в городе станет светлее. Администрация города планирует установить дополнительное освещение на сумму 129 тысяч рублей. Фонари появятся на четырех переходах в Нововятске. В Кировской области запущен портал обратной связи «Вместе Киров». На сайте кировчане смогут сообщить о нарушениях и проблемах города, а также внести свои предложения по улучшению качества жизни. Инициативы, которые поддержат более 5000 человек, будут рассмотрены в правительстве области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова